Всем привет! Меня зовут Настя, а вы смотрите канал Art Channel. Больше недели назад мы записали видео о том, чтобы все музеи перешли на онлайн режим. И на самом деле за эту неделю, точнее за 10 дней, произошло очень много. Всего за 10 дней все музеи мира перешли на онлайн режим. Сегодня я расскажу вам о своей подборке, как можно с пользой провести время на карантине. Как вы видите, сегодня мы записываем не в модном каком-то ресторане, а в парке. И не прошло и 10 дней, как все российские музеи наконец-то изолировали свои помещения от посетителей и подготовили мощные образовательные программы в онлайн пространстве. Специально для вас мы сделали подборку самых интересных образовательных программ музеев, youtube каналов, онлайн лекций, мастер-классов. Так что смотрите это видео, не переключайтесь и делитесь обязательно этим видео с друзьями, потому что всем будет наверняка это интересно и полезно. Перед тем, как я начну рассказывать о всех этих подборках, ответьте, пожалуйста, вот в этом опросе. Какая из опций вам ближе всего? Лекции вы слушаете, подкасты или смотрите youtube каналы музеев? Ответьте, нам очень будет интересно узнать. Начнем с видео контента. Как я уже сказала, многие музеи активировали свои youtube каналы, куда они стали выкладывать и продолжают выкладывать лекции от ведущих искусствоведов о каких-то художниках, виртуальные туры, экскурсии по постоянным экспозициям и временным выставкам. Чтобы видео было динамичным и чтобы вы досмотрели до конца его, я расскажу в самом видео о своих любимых подборках и наиболее удачных проектах, а вы под этим видео уже найдете полный список этих ссылок. Начнем с мощной образовательной программы самоизоляция, которую придумал музей гараж и который, как вы помните, ушел первый на карантин. Лидером по подготовке видео контента в режиме самоизоляции стал Эрмитаж, который выпускает по пять или шесть роликов в день. Благодаря этим роликам вы можете узнавать больше о произведениях искусства, которые хранятся в Эрмитаже и вообще об истории Эрмитажа. Как мы могли уже, наверное, видеть в распиаренной рекламе по телевизору и в интернете, Apple в коллаборации с Эрмитажем записал мощный ролик, который демонстрирует все плюсы нового айфона 11, его мощный заряд, который мог на протяжении пяти часов записывать этот ролик. Сам пятичасовой ролик вы можете найти не на YouTube-канале Эрмитажа, а на YouTube-канале Apple. Третьяковка тоже не отстает от Эрмитажа по созданию видео контента во время карантина. Вы можете найти под хэштегом Третьяковка дома очень много видео на канале Третьяковской галереи. Не слишком развит видео контент у Пушкинского музея. У них появилось всего за это время пять видео, но надеемся, что они активируются и мы увидим намного больше видео с постоянных и временных экспозиций. Также стоит заметить, что телеканал Культура очень быстро сориентировался и запустил проект Открытый музей, в котором вам предоставляется возможность увидеть пустые залы музеев и открытие даже выставок. То есть вы сможете посещать открытие выставок. Так, 23 марта состоялся первый выпуск Открытого музея, в рамках которого состоялось открытие новой выставки в Пушкинском музее от Дюрра до Матисса. Таким образом зрителям представилась возможность побывать на открытие выставки и увидеть и даже получить рассказ, как говорится, из первых рук об экспонатах, которые представлены в многочисленных залах Пушкинского музея. Здравствуйте! Все четыре произведения Пикассо на этой выставке пришли к нам из одного источника от Сергея Ивановича Щукина. Ссылку на этот YouTube канал, как всегда, я оставляю под этим видео. Переходите, смотрите обязательно. В Манеже недавно закрылась, как вы знаете, наверное, выставка Сальвадор Дали Матическое искусство, в связи с чем очень много людей горевали, что они не смогли побывать на ней, потому что выставка должна была закончиться 25 марта, но организаторы этой выставки закрыли ее за две недели. Но в Instagram аккаунте музея Фаберже вы можете найти как раз экскурсию по этой выставке, получить больше информации о каждом экспонате. Этот тур записан в двух частях. К сожалению, в YouTube мы не нашли этой экскурсии, так что переходите в Instagram аккаунт музея Фаберже, ищите этот тур в YouTube и наслаждайтесь произведениями Сальвадора Дали. Стоит отметить, что образовательные программы подготовили не только российские музеи, но и зарубежные. Так, если вы, к примеру, хотели поехать в Англию или планировали свою поездку куда-то за рубеж, у вас вот есть возможность как раз посмотреть эти YouTube-каналы, побродить по музеям, послушать лекции от искусствоведов. И, кстати, можно рассматривать даже этот карантин и вообще этот страшный вирус, который бродит по планете, как возможность встретиться с теми людьми, с которыми вообще, может быть, вы бы не встретились никогда, и вот у вас представилась эта идеальная возможность как раз их увидеть, услышать их мнение. Лекции от ведущих специалистов, которые работают как раз в этом музее. Мы переходим к следующей опции. Это 3D-туры по музеям, по временным и постоянным выставкам. Их оказалось очень много. Почти все музеи, ведущие, мировые подготовили эти 3D-туры. 3D-туры — это своеобразная такая возможность побродить по залам, оказаться в интерьерах этого музея. На мой взгляд, лидером по качеству подготовки этого виртуального пространства стал британский музей, который не просто выставил свои 3D-фотографии в онлайн-режим, но подготовил виртуальную периодизацию. Знакомое слово для искусствоведов — периодизация, да, это условная систематизация, которая заключается в условном уделении исторического процесса на определенные хронологические периоды. На периодизации британского музея можно проследить развитие Африки, Америки, Азии, Европы и Океании до сегодняшних дней. Особенно актуально и будет это полезно юным искусствоведам. Для любителей творчества Фриды Калла у вас есть возможность прогуляться по дому, где жила художница со своим мужем, увидеть почти нетронутый интерьер и прогуляться по красивому парку. Музей Тисена Барнемиса в Мадриде впервые выгрузил виртуальный тур по актуальной выставке, а именно выставке «Рембрандт и портрет в Амстердаме», на которой экспонируется портретное творчество мастера, а именно 20 полотен, наряду с которыми вы увидите 60 работ и 16 гравюр его современников. Под этим видео вы найдете множество ссылок, больше 20, на такие музеи, как музей Уфица, музей Арсе, Мома. Побродить вы можете по музеям Ватикана, Сикстинской капеллы, очень много музеев. Реально, просто на них не хватит времени, я решила не растягивать это видео. Так что обязательно переходите в описание и изучайте все ссылки. Следующая опция, которая вас может порадовать во время карантина, это архивы, которые выгрузили музеи в открытый доступ. Например, вы можете изучить все архивы музея Мома, а именно журнала «Диалог искусств», читать различные рецензии, изучить материалы у художников по стилях, художественных направлениях. Также музей запустил свой проект «Дома с Мома», где вы сможете найти мощную образовательную программу, в рамках которой музей подготовил ряд лекций, образовательных материалов, даже подготовил образовательную программу для детей. Мультимедиа-арт-музей запустил хэштег «Мам онлайн», по которому вы тоже можете найти ряд лекций образовательных, виртуальных туров и так далее. Галерея у Питца открыла свои архивы, музей Прада выставил 11 тысяч работ. Произведения, которые находятся в Нью-Йоркском Мома, вы можете также посмотреть в виртуальном пространстве, в онлайн-режиме, их всего 84 тысячи. Для любителей подкастов ловите две ссылки. Например, на сайте музея Уитни вы можете найти очень много аудиоматериалов, которые находились раньше в архивах, теперь доступны для общего обозрения. Например, вы можете услышать мнение Джеффа Кунста о произведениях Энди Уорпола. Или, например, для любителей Арзамаса вы можете подписаться на их радио по промокоду «Карантин» до 15-го, по-моему, апреля. Вы можете перейти в ту же периодизацию, о которой я говорила, в Британском музее. Там тоже, если вы нажмете на произведение искусства, помеченное кружками, там будет открываться такое окошечко с информацией об этом произведении, и вы услышите комментарии искусствоведа по тому или иному произведению. Таким образом, вы можете использовать время на карантине в образовательных целях, например, те же подкасты на английском языке. Вы можете слушать и подтягивать свой английский, или перейти в любой другой музей, например, музей Сальвадора Дали, да, и подтягивать свой испанский. Все. Все. Совещайте свои будни на карантине ненегативной информацией о коронавирусе, проводите это время с пользой, посещайте музеи, бывайте на выставках. Не забывайте о проекте «Открытый музей» на телеканале «Культура», который будет еще проводить ряд вернисажей от прямых эфиров с открытий выставок разных музеев. Напишите под этим видео, смотрели ли вы эфир на телеканале «Культура открытого музея» с открытия выставки в Пушкинском музее. Мы будем рады, если вы напишите в комментариях, о чем бы вы хотели, чтобы мы вам записали видео. Мы теперь встречаемся не только в понедельник, а в любой другой день, так что обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, обязательно поддерживайте нас, потому что мы во время карантина стараемся, делаем все для вас, чтобы вам не было скучно. Оставайтесь с нами, спасибо вам за то, что вы с нами, и до скорых встреч. И не делайте, как я, не выходите из дома. Сегодня я записываю, потому что еще не вступили жесткие меры по карантину, и я записываю не в ресторане, как обычно, как вы заметили, а в парке. Обязательно берегите себя, сидите дома, это время нужно присидеть. Оставайтесь дома на карантине наедине с искусством.